Пятница, 17 часов в Москве. Это Ходорковский лайф. Время программы «Вдох-выдох». Меня по-прежнему зовут Ринат Довлетгильдеев. Перед тем, как перейдем к разговору с интересным собеседником, гостем сегодняшнего эфира, попрошу вас поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал Ходорковский лайф, если вы по каким-то причинам до сих пор на нас не подписаны. Накануне мы перемахнули через отметку 1 миллион 800 тысяч человек. Это огромная цифра. Я благодарен каждому из вас, целая армия сторонников здравого смысла. Ну что же, переходим к разговору. Сегодня с нами основатель ГУЛАГУ.НЕТ, правозащитник Владимир Осечкин. Приветствую. Добрый день. Приветствую, Ринат. И приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте. Сегодня 8 марта. Я небольшой сторонник гендерных праздников, но тем не менее, все-таки это важный повод поговорить в том числе о правах. О правах женщин в России и в том числе о правах женщин-заключенных, женщин-политзаключенных. Владимир Путин сегодня с утра помиловал 52 женщины, которые находятся в российских тюрьмах, но среди них, среди этих фамилий нет ни Жени Беркович, ни Светы Петричук, ни Саши Скочеленко, ни Лилии Чанышевой и так далее. Мы можем долго продолжать этот список. Сегодня мемориал опубликовал, например, списки женщин-политзечек, которые сегодня в России находятся в местах не столь отдаленных. И вот о чем я подумал. У меня было ощущение, например, даже после событий 6 мая, что власть к женщинам немножко более снисходительна, немножко более благосклонна, они не получают такие чудовищные сроки. Часто приговоры меньше, чем приговоры мужчинам по тем же самым статьям, по тем же самым событиям. Но сегодня я смотрю на все эти жуткие приговоры и вердикты суда. Женщины получают такие же сроки, как мужчины, по 7-10 лет за ничто, за ценники в супермаркете, за то, что войну называют войной. Война отменила гуманность? И вообще, насколько можно говорить, что сегодня женщинам власть мстит столь же принципиально, столь же жестко, как мстит мужчинам? Огромный, сложный, объемный вопрос сегодня. Первое. Война уже нанесла огромный удар по российским женщинам. И именно они стали, у нас теперь уже десятки тысяч вдов в России, она унесла жизнь их мужей, их сыновей, их отцов. Это страшная война путинская, которая нанесла огромный удар и по украинским женщинам, и по российским. Что касается политзаключенных и сроков, и вот этого помилования, да, конечно, на фоне того, какое количество людей Путин либо убил, либо отправил там на верную смерть и сломал им жизни, до сотни человек помилованных в его понимании, что это вот такой будет пиар-акт, пиар-акция, которая покажет его таким добрым, заботящимся даже о правах женщин заключенных. Это все, мне кажется, это такой цинизм политтехнологии, не более того. Огромное количество сейчас женщин продолжает оставаться в женских колониях и в камерах СИЗО. В том числе уже счет на сотни идет по тем, кто выступает против войны и кто ведет оппозиционную деятельность и так далее. И по ним, по всем едет эта репрессивная машина. И я могу сказать, что положение женщин в учреждениях СИН много хуже, чем положение мужчин в колониях и в СИЗО. Им намного тяжелее. Та же самая телефонная связь, связь с родными и с близкими. В огромном количестве мужских колоний полно телефонов, там созданы системы вымогательства и так далее. Идет оперативная работа. Но тем не менее у них хоть какая-то связь с родными и с близкими есть для поддержания социальных связей. В женских колониях это только вот этот телефон с прослушкой. И то к нему нужно иметь особый допуск, разрешение. И у огромного количества женщин разрываются социальные связи. И по психологии, по психотипу в российском обществе, если сидит мужик в тюрьме, неважно, это политзаключенный, экономический или общеуголовная статья, ну, мужик сидит, а до этого мужик был в армии, как бы, ну, выйдет, кто-то был в армии, кто-то сидел. Ничего страшного в целом не происходит. Если женщина садится в тюрьму, очень высокий процент разводов, разрушения личной семейной жизни. Плюс одно дело, отец отправился куда-то, не знаю, в поход, на войну, в экспедицию. Ну, ничего страшного, это нормально. Главное, что дети с мамой. А вот когда мама, маму отправляют на годы из дома, и дети растут без мамы, это, конечно, огромный удар и по детям, и по самой маме. И плюс вот эта система унижения. Все-таки основной коллектив в СИН, кто работает в тюрьмах, проходит службу, это мужской персонал. И если там мужчины к мужчинам, ну, только в пыточных там что-то могут сделать, то в женских колониях, конечно, все эти женщины являются, всегда находятся под угрозой не только физических там унижений, каких-то избиений, но и в том числе прямого изнасилования. И они очень сильно там не защищены. И это очень серьезная, огромная проблема. И в целом, и женщинам потом намного сложнее после выхода рассказывать о том, что там на самом деле происходит. Потому что мужчина, он выходит и рассказывает, вот у меня там били. Ну, для мужчин это как бы норма. Ну, тебя били, там, ты подрался когда-то там в школе, потом тебя побили где-то в тюрьме и так далее. Это, в этом ничего такого зазорного нет, что он в этом рассказывает. Рассказывает об этом и признается. Женщинам намного сложнее в полном объеме рассказывать, что с ними происходило. Более того, многим потом и стыдно рассказывать, что они сидели, потому что они понимают, что это может очень сильно отразиться на возможности там возобновления какой-то новой там интимной связи, личной жизни, там, выстраивания новой семьи. Они находятся в очень уязвимом положении. И раз уж мы на эту тему заговорили, я считаю, что мы, правозащитники, в целом недорабатываем. А вот если мы говорим про колонии, тюрьмы для женщин, это больная тема. Мы предпринимали попытки проводить расследование, но это очень тяжело делать. В первую очередь потому, что сами женщины, побывавшие там или находящиеся там, они просто физически испытывают страх, пыток и угрозы изнасилования, если они начнут рассказывать правду о том, что там происходит. Поэтому вот то, что там Путин сегодня помиловал несколько десятков женщин, не имеет никакого отношения к человечному отношению со стороны государства, российского государства по отношению к женщинам в заключении. Ну а уже как бы еще раз, в целом про ту войну, которая сейчас происходит, уносит огромное количество жизней и превращает счастливых женщин с полноценными семьями в вдов, девочек, дочек в сирот, матерей, тех, кто переживает своих детей и превращает их жизни в трагедии. Но в целом это большое зло, которое Путин несет российским женщинам. А если мы возвращаемся к политзаключенным, чтобы мы про них не забыли, у меня как раз в руках журнал с картинами Саши Скочеленко и других, конечно, хочется сегодня пользоваться случаем, если ты позволишь, Ренат, и женщин политзаключенных, и всех женщин заключенных, вообще всех женщин, поздравить в этот день с праздником и пожелать им, самое главное, защиты их законных прав, безопасности, неприкосновенности и уважения их прав, чтобы их права уважало и государство, Российская Федерация, и их уважали их мужчины, те, кто их окружает. И вообще складывается ощущение, действительно, что в России, когда женщин поздравляют, поздравляют какой-то слабый пол, поздравляют не сильно пол, а я считаю, что женщины очень сильные, и не менее сильные, чем мужчины, поздравляют какую-то слабость, поздравляют какую-то неидеальность, поздравляют какое-то несоответствие мужскому. Вот хочется эту традицию всячески пресекать и напоминать, в том числе, Владимиру Путину, который сегодня в своем поздравительном обращении говорил о женщинах исключительно как о конвейере для родов, что призвание женщин, это не только родить, призвание женщины, как и любого другого человека, жить свободную и счастливую жизнь. И вот с этой свободой хочется мне женщин поздравлять, а с женственностью поздравлять не хочется, потому что это не имеет никакого отношения, как мне кажется, к настоящей борьбе за права, а именно с борьбы за права. И мы много говорим об этой борьбе. Собственно, этот праздник и начинался. Поэтому я к тебе присоединяюсь. Я поддержу то, что ты сейчас сказал по поводу того, что это вовсе никакой не слабый пол. И я здесь на простых примерах, опять же, если мы говорим в целом и про Россию, и про тюрьмы, и про женские, и про мужские тюрьмы, так получилось, что в целом большая часть россиян, мужского населения, они растут, они действительно воспринимают, что они такие крутые, они сильные, а женщины это что-то такое слабое, нерешительное, что должно их прислушиваться и так далее. Но по факту, если мы говорим, например, про тюрьмы, про тюремное население, то все вот эти так называемые пацаны, крутиковые, все остальные, они когда оказываются в застенках, рано или поздно в России, кто о них заботится, кто им может вообще привезти что-то полезное, вкусное, какие-то лекарства, витамины, что-то передать в тюрьму и так далее. Если посмотреть, кто о них заботится, то большая часть это не их какие-то там друганы-подельники, братаны по мафии, и не их там братья и так далее. В основном это кто? Пожилые мамы с сумками, вот с этими сидрами стоят в очередях, передать передачку. Это их жены, это их дети, вот как правило в основном. Так получается. Поэтому да, в какой-то момент, да, это на самом деле глобальная тема для отдельного, наверное, эфира, но если вот сейчас буквально там 1-2 минуты коротко, то как правило те, кто из себя там изображает, что они очень такие сильные и крутые, потом очень часто оказываются в ситуации, когда за их мнимую крутость и так далее, потом приходится расплачиваться их мамам, их женам и их детям, и когда он там 1 или 2 года где-то там ураганит, а потом в следующие там 10-15-20 лет его маме, пожилой старушке или его жене приходится на себе тащить и всю семью, и ещё и вот этого персонажа поддерживать, кормить, поить, спасать и работать на него в той же тюрьме, не бросая и проявляя своё вот это вот великодушие, доброту и настоящую любовь. Поэтому, да, здесь женщины, ну и то же самое и про роды, мы можем сказать, да, для кого-то это 5 минут удовольствия там или там 25 минут, а кто-то потом ещё ребёнка носит в себе 9 месяцев, рожает и так далее. Поэтому здесь огромное уважение всем нашим дорогим и любимым женщинам, и ещё раз уважение их законных прав, и чтобы все люди, кто их окружает, в первую очередь уважали их права и с уважением относились к ним. Я вот ещё о каком неравноправии подумал, пока слушал твой ответ. Вот, например, сегодня мужчины, которые находятся в российских тюрьмах, могут легко выйти из этой тюрьмы и оказаться на свободе, просто повоевав на фронте. У женщин такой возможности нет. То есть они должны сидеть до конца, они должны тянуть эту тюремную лямку. Мужик убил, отслужил, ещё и на фронте убил, и всё. И пошёл дальше гулять по своему родному городу сколько угодно. А женщина будет сидеть до конца. И это тоже такое, ну, как сказать, я не призываю женщин на фронт отправлять, безусловно, чтобы я не был неправильно понят, я вот к этому не призываю. Но может быть как-то рассмотреть какую-то альтернативную работу, там, не знаю, где-то на фабрике, может, ну, как-то, чтобы была возможность, чтобы была возможность не заполнять тюрьмы женщинами и в целом быть как-то гуманнее. Вот об этом в моей мысли, потому что раз уж такая псевдогуманность проявляется к желающим повоевать и поубивать в Украине, то какая-то, может быть, истинная гуманность может проявляться всё-таки к женщинам, которые находятся в колонии. Да, что касается, что если мы говорим там про мнимую гуманность, если мы посмотрим на указы диктатора Путина за последние там полтора-два года, он действительно проявлял огромное количество, якобы там, руководствуясь принципами гуманизма, он помиловал более 80 тысяч российских осуждённых, но как раз помиловал их не потому, что у него была гуманность, а просто отправлял их убивать и быть убитыми. Он использовал их как пушечное мясо. В этом плане сегодня, в нынешней, в нынешней диктатуре я не сильно верю в возможность какой-либо гуманности. Путин — это самый настоящий махровый убийца. Я бы пожелал здесь, чтобы скорее эта диктатура, этот морок закончились, чтобы этот пришивый негодяй сгинул, и чтобы Россия получила возможность для перезагрузки, в том числе как раз для того, чтобы задуматься о соблюдении прав женщин-заключённых и о том, чтобы в целом либерализовать законодательство таким образом, чтобы не набивать российские тюрьмы, в том числе теми женщинами, которые вообще не должны там априори находиться. Потому что сегодня огромное количество тюрем, забитые женщинами, которых вынуждают работать по 12 часов, шить вот эту военную форму, форму ментам, тюремщикам и так далее, и так далее. Их используют как бесплатное приложение, как рабсилу к швейному оборудованию, не более того, где они там оставляют своё зрение, своё здоровье, скалывают свои руки, пальцы об эти иголки и так далее. Чтобы вот это скотское отношение к женщинам в России прекратилось, чтобы их перестали использовать как рабынь, которые должны там обшивать почему-то за 3 копейки, в прямом смысле этого слова, армию, МВД и так далее, и так далее. Вот с точки зрения перестроения тюремной системы и перестройки отношения к женщинам, безусловно, это очень важно делать. Мы заговорили про мнимую гуманность Владимира Путина, и я хочу перейти к теме лживой гуманности Владимира Путина. Сегодня агентство издания выпустило расследование о ходе переговоров о потенциальном обмене Навального и Красикова. И агентство, ссылаясь на своих собеседников в окружении Абрамовича, который якобы был ключевым посредником, медиатором этих переговоров, якобы Абрамович и Путин лично встречались, собственно, 16 февраля, и за 4 часа до первых сообщений об убийстве Алексея Навального в колонии за Полярным кругом согласовали обмен Навального на Красикова, и после этого Владимир Путин и отдал приказ об убийстве Алексея Навального. Мол, он понял, что Запад готов Красикова ему вернуть, но не хотел менять его на столь весомую политическую фигуру, и решил просто вот таким образом Запад обмануть, как всегда всех обманывает, Владимир Путин всегда всех обманывает, это мы знаем, и кхекает еще, да, обманывая, и в последнее время кхекает все чаще и чаще. Как тебе кажется, эта версия издания агентства, эти слова окружения, источников из окружения Романа Абрамовича, они близки к истине, как ты оцениваешь вообще эту публикацию? Отвечу объемно. У нас есть противоположная информация. Путин неоднократно декларировал, в том числе в интервью Карлсона, что ему важно, он обозначал вернуть убийцу Красикова, сотрудника российских спецслужб, который совершил, по сути дела, акт государственного терроризма, отправившись на территорию другого государства и там убив человека в угоду Владимиру Путину. Он декларировал, что он хочет этого человека в любом случае вернуть в Россию. Эта цель у Путина есть, конечно же. Ему важно сделать так, чтобы все, кто покидает его систему, в его понимании предает, чтобы их убивали, и наоборот, те, кто выезжает за границу, совершать страшные преступления и убийства, чтобы он их в любом случае со временем отмазывал, обменивал, обратно забирал, чтобы люди в его системе не боялись выполнять его преступные приказы, зная, что папик, крестный отец, вот этот Дон Корлеоне 21 века, диктатор Путин, он его все равно отмажет, заберет, и он еще и будет каким-нибудь губернатором, сенатором, депутатом, как Луговой и так далее. Вот это для Путина принципиально важно. Если он не сможет этого делать, его система начнет рассыпаться. Если его сотрудники спецслужб будут понимать, что они отправятся в какую-то страну кого-то убивать, а там их самих могут убить, либо их могут посадить на пожизненный срок лишения свободы, они всю свою жизнь проведут в застенках и не станут никогда там ни депутатами, как Луговой, ни сенаторами, губернаторами, министрами, они, конечно, просто никуда ездить не будут и никого не будут убивать. Поэтому история пойти на поводу у Путина и отдать ему его убийцу, чтобы он продемонстрировал всей своей системе и так далее, для Запада это практически невозможно. При этом, конечно же, Путин набивал тюрьмы заложниками. Иван Гершкович, известный журналист, очень хороший мой товарищ, мой друг, когда он прилетел в Россию в последний раз, я ему прямо написал, когда он там написал, что я в Москве, я сказал, носи оттуда ноги, уезжай, потому что вас, они действуют как террористы, они вас берут как в заложники. Он тогда сказал, что у него паспорт Соединенных Штатов, что он закона не нарушает, это его будет защищать. В результате стал сейчас в топе пять людей для обмена, которых, безусловно, для США принципиально обменять и забрать, это гражданин Соединенных Штатов, им важно его забрать в любом случае. Ну и, конечно, сейчас получается абсолютно неравная ситуация. Одному нужно своего убийцу забрать, а другим нужно просто своего журналиста вытащить из пыточных застенок, где его в любой момент могут убить. Происходит очень неравнозначная ситуация, очень кривая. Запад хочет освободить журналиста, Путин хочет освободить убийцу. Уже в этом есть большая разница, в этих двух системах. Если мы говорим про Навального, по Навальному у меня обратная ситуация. Наш источник нам сообщил, что наоборот, не получилось Путину сторговаться, чтобы вытащить Красикова. Он понял, что Красикова в ближайшее время Германия не отдаст, и США не могут договориться с Германией, чтобы убийцу, который на их территории убил человека, Путин обратно заполучил, как раз тем самым открыв дорогу для новых актов государственного терроризма, убийств, чтобы он дальше продолжал отправлять ФСБшников, игрушников, убивать оппозиционеров, журналистов, политических деятелей и так далее. И вот в тот момент, когда он понял, что Запад не прогибается, не идет на все его условия и так далее, демонстративно принял такое решение. Я допускаю, что это была одна из мотиваций. Ах так, вы не идете на мои условия, которые продекларированы, ну тогда смотрите. И показал, что запросто может убивать. И они перешли вот эту вот, ту черту, которую раньше не переходили. Все-таки к российским политзаключенным до 16 февраля было особое отношение. И Навальный долгое время был именно ВИП-заключенным. И к нему относились не так, как к простому там Васе, уголовнику. Но то, что произошло сейчас, говорит как раз о том, что для Путина уже все. Он понял, что никто с ним партнерится, договариваться, перезагружать отношения не будет. И сейчас он пошел, ну тогда я буду их у вас на глазах убивать, а потом еще и вы будете в этом во всем виноваты. Он пошел на ужесточение. Вот как я вижу эту ситуацию. Ситуация про то, что там якобы Абрамович о чем-то уже договорился с оставленной списки. И потом в последний момент какой-то там полковник ФСБ или ФСИН, чтобы не получилось, чтобы сорвать договоренность Абрамовича и Путина, убил Навального. Я в это, честно говоря, не верю. А если мы говорим про убийство Навального, убийство Навального — это политическое убийство. Это без всяких сомнений. И здесь в этой части за это вся иерархия ФСИН, ФСБ вместе с Путиным должны будут отвечать точно так же, как они должны отвечать за пыточные конвейеры и за огромное количество пыток и убийств россиян и украинцев в российских военных концлагерях и в пыточных. Буквально на днях я говорил с Дмитрием Быковым, писателем, он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, и у него очень такой нерадужный прогноз на ближайшее будущее. По его мнению, то, что он озвучил в эфире, здесь на Ходорковский лайф, после выборов, лидеров российской оппозиции, живущих не только в России, но в России практически никого не осталось на свободе, не только находящихся в российских тюрьмах, но и уехавших за границу, могут ждать заказанные путинские убийства, что агенты Кремля вполне себе вольготно, многие из них чувствуют себя, в том числе в странах Европы. Как тебе такой прогноз? Потому что мне стало жутковато, но вот Дмитрий Быков совершенно уверен, что закручивание будет жесточайшим и расправляться с врагами Путин после выборов начнет кроваво. Я думаю, что да, очевидно, и могут даже выборов не ждать. Нас будут убивать, это очевидно, что тех людей, которые так или иначе сегодня пользуются уважением и известны в России, и кто сегодня говорит правду, кто черным называет черным, войну войной, Путина диктатором, конечно, таких людей Путин будет уничтожать, будет пытаться уничтожать. Он уже открыто переходит как там государственного терроризма и к убийству, к организации убийств людей в других странах мира. Последнее убийство Максима Кузьминова в Испании наглядно показало, что для агентов российских спецслужб они могут организовывать подобные жестокие расправы и убийства. У них для этого есть огромное количество денежных средств, ресурсов, у них есть поддельные документы, оружие. С помощью тех же российских пыточных они смогли сформировать большую сеть тайных, секретных агентов среди лидеров криминального мира. По сути дела, криминальный мир в России сегодня стал филиалом ФСБ России. И у них огромное количество агентов в разных странах. И, конечно же, весь этот репрессивный маховик они собираются использовать для уничтожения инакомыслящих и для нашего запугивания. Именно поэтому принципиально нам, несмотря на то, что нам угрожают убийствами и действительно кого-то из нас вполне возможно в ближайшее время убьют, нам очень важно здесь начать действовать самим решительно. Нам нужно не сидеть и ждать, когда нас придут, застрелят и убьют, а нужно объединять усилия, нужно становиться сильнее и морально, объединяясь, прекратив вот эту разрозненность, потому что у нас 35 или 45 разных оппозиционеров, и никто из них не в состоянии до сих пор ни с кем скооперироваться, объединиться. И у каждого амбиции тщеславия, когда уже действительно уже перешли к политическим убийствам, и когда уже убили Алексея Навального. Пора уже объединяться, раз. И второе, нужно готовиться, конечно же. Хочешь в мирах, готовься к войне. Хочешь сохранить свою жизнь, готовься к защите. Поэтому здесь я призываю просто всех журналистов, правозащитников, ютуберов, блогеров популярных и так далее. Первое, если вы понимаете, что ваша деятельность напрямую вредит режиму Путина, если вы понимаете, что ваша жизнь под угрозой, обязательно поставьте в курс правоохранительные органы той страны, где вы находитесь. Если есть какая-то дополнительная информация, если поступают угрозы вам, и вы об этом знаете, собирайте эту информацию процессуальным путем, передавайте ее в правоохранительные органы той страны, в которой вы живете, чтобы правоохранительные органы и спецслужбы имели об этом представление, знали, могли начать разведывательную, оперативную, следственную работу и в том числе принимать меры физической безопасности. Не нужно хорохориться. И плюс самим нужно, конечно же, тренироваться. Нужно купить каждому по хорошему топору, как у меня вот здесь при входе. И нужно быть готовым тоже к самообороне, к самозащите. Потому что если мы будем все время сидеть в позе, что они безнаказанно будут приезжать, нас будут убивать, а потом возвращаться в Россию и становиться депутатами и министрами, они будут продолжать нас приезжать, запугивать, убивать. Если парочку мы сами отлоим и с ними здесь либо расправимся, либо передадим их в руки правосудию, и они сядут на пожизненный срок, тогда вся вот эта вот шушера Путина, которую он там вербует и тренирует убивать нас, они будут десять раз думать. Хотят ли они закончить свою жизнь, провести всю свою жизнь до конца дней как Красиков в тюрьме. Именно поэтому здесь как раз в той же самой теме с обменами здесь очень важно понимать, что если Путин отправляет своих агентов в другие страны убивать других людей, неважно, это беглый военный, это правозащитник, это журналист или это человек, который там с Путиным не поделил какие-то активы, в любом случае путинские убийцы должны быть осуждены, должны находиться до конца своих дней в тюрьме, там, где они совершили преступление, расплачиваясь за это, и не быть предметами там торгов, обменов и так далее, чтобы каждый его агент понимал, что если он осмелится и поедет в другую страну заниматься государственным терроризмом, он сам сядет, и плюс ко всему он еще в последующем даст показания и разоблачит ту цепочку, которая его отправляла это дело. Нам нужно, вот лично я, например, если вот как бы не про нас, а про меня и про нашу команду, мы готовы во всеоружии к встрече с путинскими киллерами, мы их ждем, более того, в данном случае никто их жалеть здесь не будет, гладить по головке и от них убегать, вот, и я думаю, что мы показательно с ними поступим, если они сюда сунутся, с тем, чтобы больше никто из них даже не думал, никаких историй, что они там откатятся обратно, получат какие-то премии, звания, денежки, станут депутатами, не будет, куда приедут, там и останутся, удастся при этом полицейским их спасти и посадить в тюрьму, ну, им повезет, нет, никто с ними здесь в бирюльке играть не будет, кто к нам с мечом придет, там, или с пистолетом, или с ядом, тот здесь и погибнет, от их яда или от топорика, или от чего-то еще, посмотрим, но больше вот эта вот история, где мы будем в позиции живых мишеней, которые там прячутся, никто от них прятаться не будет, никто из них, от них там их бояться не будет, наоборот, мы их ждем и будем с ними поступать так, как они этого заслуживают. После убийства Максима Кузьминова в Испании, в стране, которая находится очень недалеко от того места, где ты живешь, и я зрителям поясню, я не раскрываю никаких секретов, мне кажется, ты не скрываешь место, где ты находишься, вот, пару раз, пару раз мне писали в комментариях, зачем рассказывать, где живет Владимир, вы же даете наводку российскому спецслужбам, нет, я это не делаю. Я живу в Пиарице, пусть приезжают, здесь замечательные горы, орлы, ущелья, океан, впадины, акулы, познакомим их с флорой, с фауной, мышь. Но, тем не менее, после убийства Максима Кузьминова, устранение которого в эфире российских федеральных пропагандистских медиа были заглавлены, например, собаки, собачья смерть или по заслугам, ты чувствуешь себя в безопасности? Твои коллеги чувствуют себя в безопасности? Мы не чувствуем себя в безопасности с момента, когда начали проект «ГУЛАГУ.НЕТ», когда начали разоблачать произвол российских силовиков и пытаться их ограничить правовым путем. Первые годы мы действовали совсем мягко, по-доброму, очень нежно по отношению к путинскому режиму. Мы узнавали о пытках, мы публиковали, размещали заявления, ждали какой-то ответной реакции. Несколько лет прошло, пока мы не прозрели и не поняли, что это как об стенку горох, что это формируется тоталитарная система, куда все наши заявления, обращения, ходатайства, они попадают на самом деле не к исполнителям, а в первую очередь не попадают к контрразведке ФСБ и к главному оперативному управлению СИН, где они блокируют рассмотрение, нормальное рассмотрение наших обращений, нам присваивается, таким как я, таким как Навальный, присваивается статус деструктивная личность, потому что они понимают, что мы собираемся разрушить вот этот их путинский гулаг, и поэтому наши обращения они рассматривали как попытку дестабилизировать, вот в том числе и разрушить, поломать их пыточные конвейеры. И в тот момент, когда мы поняли, что просто в рамках легального законного пути невозможно действовать, мы вышли за рамки, мы начали уже проникать внутрь их систем с помощью источников, инсайдеров, осведомителей, где-то там хакеры нам помогали, с тем, чтобы показывать миру вот это вот поганое нутро путинского гулага. Очевидно, что такие команды, как наша, и такие команды, как команда Алексея Навального, воспринимаются путинской диктаторской системой как враги. Понятно, что мы для них враги, они собираются нас либо сажать в тюрьмы, чтобы там пытать, насиловать, там унижать и перекрашивать нас с тем, чтобы мы превращались в марионеток, либо, соответственно, если этого им не удается, они собираются нас убивать. Меня пытались несколько раз каким-то образом там с помощью манипуляций уголовным правом экстрадировать, забрать из Европы в Россию с тем, чтобы там каким-то образом проучить, наказать, перевоспитать, а может быть даже и просто убить в тюрьме. Когда это не получилось, они уже перешли к попыткам физического устранения. Все это на истории началось с конца 2021, начало 2022 года. Поэтому в этой части, да, безусловно, мы прекрасно видим эти риски. Периодически мы видим, как идет там попытка организации этого благодела в Европе. Правоохранительная система работает как часы и помогает, и защищает. Но еще раз подчеркну, помимо правоохранительных органов, нам самим, вот тем, кто противостоит Путину, нужно быть а. готовым отдать жизнь в любой момент за свои принципы и убеждения. То есть, если вы не готовы расставаться с жизнью, тогда лучше не заниматься этим и лучше там имитировать какую-то бурную деятельность, но не вызывая аллергию у Кремля. Но если вы уже перешли эту черту и вы понимаете, что войну нужно остановить, войну нужно называть войной, террористическую организацию Вагнер нужно разоблачать и показывать миру свидетельство бывших вагнеровцев, которые рассказывают, что это была террористическая организация, убивавшая мирное население в Украине. Да, тогда мы понимаем, что нужно вытаскивать это поганое нутро ГУЛАГа с тем, чтобы останавливать пытки и защищать таких, как мы. Ну да, безусловно, это, конечно, прямой вызов Путину. Наличие вообще таких людей, как мы, унижает Путина. Он вообще привык, что перед ним все присмыкаются. Чтобы кто-то говорил, что он диктатор, кто-то говорил, что он военный преступник и при этом еще и помогал собирать для международного правосудия доказательную базу с тем, чтобы при жизни либо посмертно этого негодяя осудили. Ну, конечно, они хотят, чтобы мы были в опасности. Вопрос в том, чтобы когда мы находимся в этой ситуации опасности, как мы себя ощущаем. Если у нас будет психология, психотип жертв, пострадавших, ну, тогда они будут побеждать. В тот момент, когда мы ощетинимся, выпрямим плечи, расправим плечи и скажем, что нас всех все равно не убьют. Ну, убьют, убили Навального. Там завтра или через полгода убьют Осечкина. Что поменяется, если все остальные будут стоять, расправив плечи и продолжать диктатора называть диктатором, его военные преступления называть военными преступлениями, он поймет, что это бесполезно. Он пытается действовать как террорист. Он пытается нас всех запугать. Если мы будем на это вестись и вести себя как заложники, даже находясь на расстоянии, он будет побеждать. Он проиграет только в случае, когда мы все воспряним духом и будем действовать решительно и не будем бояться его прихвостней и киллеров, а наоборот будем их с огнем ходить и разыскивать с лупами, с капканами, с наручниками или с топором. Хочу еще один вопрос успеть тебе задать, пока у нас не закончилась программа. Она тоже про нагнетание страха. Вопрос это тоже про нагнетание страха и тоже про Путина террориста. Дело в том, что меня, как многих, наверное, удивили, немного испугали сообщения детьмистей Соединенных Штатов, которая предупредила своих граждан о повышенной террористической угрозе. Теракт в Москве неминуемый. Вот такое сообщение появилось на официальном сайте американского посольства. Затем такое же сообщение появилось на сайте посольства Великобритании, а также МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию России, тоже опасаясь напряжения. И в том числе говорят о возможных террористических актах. Я не мог не вспомнить события 99-го года, я не мог не вспомнить близость президентских выборов. Это Путин-террорист пытается нагнетать панику, а американцы что-то узнали? Как мы должны, можем относиться к подобным даже не могу сказать вбросам, это не вбросы, наверное, это все-таки правительство США предупреждает своих гражданах об опасности. Вот к таким сообщениям. Рейтинг Путина рушится. Поток гробов идет с войны в разные регионы России. Убийство Навального тоже достаточно серьезно обрушило его рейтинг. Ему срочно нужно вытащить что-то из рукава, что позволит превратить его в защитника россиян, а Запад и Украину очернить. Что может быть лучше для Путина, чем его старые излюбленные методы по поводу совершения терактов, на которых, собственно говоря, он и его команда и пришли к власти и так далее. Что мы вас там всех защитим и сделаем вашу жизнь безопасной. Хотя это вовсе оказалось не так и оказалось ложью. Поэтому, да, действительно, вполне возможно, что в России будут совершаться какие-то террористические акты, в которых, конечно, будут виноваты СБУ, ЦРУ, МИ-6 и так далее в понимании распропаганды. Но понятно, что за кадром какие спецслужбы будут на самом деле стоять и в угоду кому и рейтингу кого это будут делать. Риски эти, конечно же, есть. Еще раз подчеркну, Путин это военный преступник и террорист. Это человек, который пытается терроризировать мир угрозой применения ядерного оружия, угрозой нападения, угрозой убийств. Он пытается запугивать всех, бравируя тем, что он якобы такой. Я уж не знаю, какое количество у него комплексов неполноценности вот с детства в нем, если он только таким способом может и думать там завоевать какое-то там уважение, признание в мире. Но сейчас он точно уже понял, что он надел костюм какашки, что в какой-то другой костюм ему уже не удастся переодеться в истории. Поэтому теперь уже чем хуже, тем лучше. А когда человек, и плюс ко всему еще мысль, которую я хотел озвучить, до которой я несколько дней назад дошел, он же борется не только с Западом и с миром, он борется с будущим России, с демократичным будущим России. Путин реально, вот одна из самых страшных фобий и его страхов это последующая после его смерти, биологической смерти, депутинизация России и что, собственно говоря, его режим будет осужден, все преступления будут раскрыты и так далее. Поэтому Путин хочет сделать все возможное, чтобы замарать всю вертикаль исполнительной власти всех силовых органов в России, чтобы они не могли в обратную сторону отмотать ничего, пленку после его смерти и чтобы они увязли в этой патовой ситуации и находились в ней еще там десятилетия вперед. Поэтому еще раз подчеркну, он действительно опасен, жизненно опасен и для россиян, и для России, и для всего мира. К нему нужно относиться как к террористу номер один и действовать соответствующим образом, о чем, собственно говоря, Юлия Навальная 28 февраля и сказала в Европарламенте с главарем мафии, с террористом нужно бороться соответствующими методами, а не петициями и резолюциями. Благодарю тебя, Владимир Осечкин, правозащитник, основатель ГУЛАГУ.НЕТ, был сегодня гостем программы «Вдох-выдох». Береги себя, обращаюсь к тебе, берегите себя, обращаюсь я и к нашим замечательным зрителям. Спасибо тебе, что нашел время и стал нашим гостем сегодняшним. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, дорогие подписчики канала Ходорковский Лайф. Не устаю благодарить вас за то, что вас так много и вот я уже не в первый раз произношу эту фразу в эфире целая армия сторонников здравого смысла. Давайте бороться за победу этого самого здравого смысла вместе. Вместе мы сильнее и вместе нам как минимум веселее друг с другом проходить этот непростой путь. Меня зовут Ринат Довлет-Гильдеев. Обязательно увидимся на канале Ходорковский Лайф. Редактор субтитров А.Семкин